Всем привет! С вами Светлана Багелла и добро пожаловать на мой канал! И я продолжаю записывать весенние макияжи. И если прошлый макияж получился праздничный и нарядный, то этот макияж будет более естественный, дневной, очень нежный, но при этом очень сочный. На этот макияж меня вдохновила вот эта фотография, которую я увидела сегодня утром в сети Instagram. Вообще сеть Instagram это конечно удивительная штука, потому что не столько информации. Я думаю, что вы тоже подписаны на мою страничку в Instagram и постоянно черпаете какие-то идеи из моей странички. Вот точно так же и я подписана на каких-то людей, на какие-то группы. И мне очень нравится, что я постоянно могу вдохновляться чем-то новым. Этот макияж мне захотелось повторить целиком и полностью. Тем более, что в новой палетке Chroma Fusion есть потрясающий оттенок лесной мох, который просто ждал своего выхода. И в этом макияже я постараюсь передать вам всю красоту этого оттенка теней. Я уверена, что у меня получится классный макияж и вы его с легкостью сможете повторить. Мне конечно очень плохо видно все сочетание оттенков, которые есть на этой модели. Естественно, здесь макросъемка, очень хороший свет, профессиональная студия. Поэтому все оттенки, они естественно выглядят очень сочно. И мне на камеру айфона будет сложно передать такое же сочетание, как на этой фотографии. Но я думаю, что целиком и полностью мы сможем повторить этот образ благодаря тому, что мы имеем в нашей палетке и благодаря тому, что я вам сегодня покажу. Теперь я начну выравнивать тон кожи. Я совсем немножечко возьму тонального CC крема в оттенке Light to Medium и проработаю свое лицо. Потому что обязательно ровный тон кожи необходим, если вы используете вообще такие цветные оттенки теней. Потому что они смотрятся очень сочно и поэтому они очень привлекают внимание окружающих. Ну, вообще, в принципе, конечно, ровный красивый тон кожи, он нужен всегда, без исключения. Будь это вечерний, нюдовый, дневной макияж. Просто вы выбирайте сами, какой вы хотите. Более плотный слой или очень легкое покрытие. Мне, конечно, хочется легкое покрытие, потому что, как я уже сказала, я делаю дневной макияж. Нежный, естественный. И здесь не должно быть перебором с тональной основой. Тональный CC крем это прекрасный способ выровнять тон кожи, но при этом не нагромоздить ее никаким лишним слоем. Хотя я повторюсь, наши тональные основы, они тоже очень легкие. Их нельзя назвать какими-то плотными маскирующими средствами, поэтому выбирайте, что вы любите больше. Теперь я возьму маскирующее средство в персиковом оттенке для зоны вокруг глаз. Откорректирую, конечно же, зону вокруг глаз, чтобы она у меня была чистенькая, аккуратненькая. И лучше все-таки это делать остренькой частью бьюти-блендера, потому что он повторяет этот носик полностью все изгибы, крылышки носа, уголочек глаза. И им управлять абсолютно просто и легко. Также этим корректором я прорабатываю зону подбородка, спинку носика, для того, чтобы получилась такая красивая линия свечения и носик смотрелся более тоненьким, более остреньким. Если ваш носик и так тоненький и остренький, то, конечно, можете избежать этот шаг и не повторять то, что делаю я. Теперь я возьму основу под тени и нанесу ее на веки. Пока она будет адаптироваться на веках, я уже припудрю лицо с помощью прозрачной пудры и с помощью пудры в оттенке слоновая кость 2. Я думаю, что вы уже практически наизусть выучили последовательность макияжа. Это очень хорошо, потому что вы никогда не забудете, что зачем делать. На зону свечения прозрачная пудра, которая прекрасно освежит, закрепит корректирующее средство и придаст своими светоотражающими частичками, которые есть в ее составе, очень красивый эффект. Теперь я возьму пудру в оттенке слоновая кость 2 и совсем чуть-чуть нанесу ее на кожу. Вот с пудрой нужно совсем чуть-чуть, не перебачивайте. В сотый раз повторяю это, но, знаете, все равно встречаю девушек, которые накладывают просто колоссальный слой пудры. Не знаю, зачем они это делают. Наверное, хотят выглядеть красивее. Но когда пудру видно на лице, это уже сразу смотрится неестественно, не красиво, не натурально. Поэтому вот совсем чуть-чуть убирайте просто липкий слой тональной основы и закрепляйте, фиксируйте тональную основу с помощью пудры. Следующий прием, который я вам покажу, вам очень хорошо знаком. Это бронзирующая пудра на все лицо. Почему я делаю сейчас этот шаг? Потому что на модели, на фотографии явно видно, что ее кожа, она также проработана бронзером. И вообще, по сути, ее кожа немножечко более смуглая, чем наша, потому что явно на фотографии девушка не славянской внешности. И нам с вами придется немножечко больше потрудиться над созданием такого красивого бронзового оттенка кожи. Ну, с помощью бронзера и этой потрясающей кисточки у вас это обязательно получится. Теперь я возьму тоже корректирующее средство, которое я использовала ранее в персиковом оттенке и кисть для кремовых теней и корректора. И нанесу совсем немножечко этого продукта с помощью этой кисточки на подвижное веко. Для чего я это делаю? Для того, чтобы пигментация зеленого оттенка теней была еще выше. Вот попробуйте сделать такой же прием, как я, и вы увидите, насколько красиво и по-другому смотрятся тени. Я не могла упустить шаг нанесения основы по тени, потому что основа по тени, она ухаживает, защищает веко и так далее. А уже корректирующее средство выбеливает немножечко и делает такой себе холст, на котором все краски будут смотреться намного ярче. И вот я наношу это корректирующее средство именно с помощью кисти для кремовых теней и корректора, для того, чтобы нанести идеальное количество корректора. Потому что если вы будете наносить бьюти-блендером, корректор ляжет немножечко более естественно, более прозрачно. А нам нужно, чтобы все-таки он лег плотнее. Если же вы будете наносить просто пальчиком, вы можете, например, переборщить и не сможете прорисовать вот эту красивую миндалевидную форму подвижного века. Поэтому используйте синтетическую кисть для кремовых теней и корректора. И если у вас ее нет, ну, в крайнем случае, возьмите кисть для тональной основы и очень аккуратненько поработайте ею. Но все-таки вот кисть для кремовых теней и корректора, она, знаете, какая-то особенная. Она более такая плотная и ей очень удобно работать в такой деликатной зоне наших глаз. Теперь я положу совсем немножечко этого продукта в изгиб брови, для того, чтобы опять же появилась красивая линия и мне не нужно было дополнительно еще корректировать мои брови. Потому что у меня брови окрашены и я их буду только укладывать фиксирующим гелем. Но когда вы играете на контрасте и добавляете такую светлую линию с помощью корректирующего средства на верхние и нижние границы брови, бровь уже смотрится четче, потому что она подсвечена корректирующим средством. Я думаю, что вы также используете этот прием. И, знаете, вот всегда, когда я это делаю, я всегда получаю комплименты по поводу своих бровей. Потому что они, получается, знаете, находятся как в таком аккуратном домике, в аккуратном трафарете, который мы создали с помощью корректирующего средства. И эта кисть, она просто идеально подойдет для этого приема. Классный продукт и я очень рекомендую, чтобы у всех у вас было это корректирующее средство. Если же корректирующее средство именно в персиковом тоне вам не подходит под тон кожи, тогда берите тот оттенок, который вам подходит, потому что по составу они все идентичны. Ну и теперь приступим к макияжу глаз. У меня под рукой есть такая шпаргалка, в которую я буду периодически подглядывать. Мне, конечно, очень сложно определить до конца, какие оттенки тени лежат на подвижном веке, потому что у модели глаза смотрят вверх и не видно, какие сочетания и переходы оттенков сделаны. Поэтому я буду немножечко экспериментировать. И самое главное, оттенок лесной мок, который лежит в качестве акцента у модели на глазах, я повторю. На подвижное веко я положу оттенок теней под названием золотая роза. Если в вашем отделении нет этого оттенка теней, возьмите оттенок теней или морозный ирис, или сияние, или какой-либо другой оттенок, который будет красиво сочетаться с оттенком лесной мок. Таких оттенков очень много. Я же взяла именно золотую розу. Если она у вас есть, вам крупно повезло. И также можете попробовать взять еще, может быть, винтажное золото или античную розу, если она есть у вас в коллекции. Ну, то есть экспериментируйте, как хотите. Я вижу, что на модели в сочетании с зеленым оттенком лежит шиммерный розоватый оттенок. И оттенок золотая роза для этого случая мне подойдет просто идеально. Я наношу, видите, немножечко ниже складочки, немножечко выше складочки и непосредственно в складку. То есть вот я прокрашиваю вот эту орбитальную зону именно вот в таком размере оттенком теней золотая роза. При этом я избегала зоны возле ресниц, зоны, куда мы будем накладывать тени лесной мог, для того, чтобы они ложились уже не методом наложения, а ложились как чистый продукт. Вот, смотрите, очень красиво смотрится оттенок тени золотая роза. Они просто потрясающие. Теперь я сразу же наберу оттенок тени нежные сливки, положу в подбровное пространство. Я вижу на фотографии, что в подбровном пространстве у модели нет свечения. И мне очень нравится, что это именно так, потому что макияж будет смотреться красивее и объемнее, потому что до этого у нас был такой потрясающий шиммерный оттенок. Видите, насколько тени Бисквит очень красиво смотрятся. Я, кстати, могла вначале оговориться и сказать, что это тени нежные сливки по привычке. Вы уж меня простите, это тени Бисквит из новой палетки Хрома Фьюжн. Тени нежные сливки, они тоже сюда подходят. Но, повторюсь, что тени нежные сливки, они менее пигментированы. И они, конечно, не дадут такого контрастного перехода, как дают тени Бисквит. Также я положу оттенок тени Бисквит еще немножечко у внешнего угла глаза, чтобы получилась такая чистота и переход оттенков. Ну и для того, чтобы макияж смотрелся еще объемнее, я немножечко усилю складочку, именно складочку оттенком теней винтажное золото. Или возьмите оттенок теней античная роза. Они тоже очень хорошо подойдут, они практически идентичны с оттенком винтажное золото. Вот смотрите, получается просто красивая глубина взгляда. Теперь мне понадобится очень плавная растушевка. Я воспользуюсь кистью для растушевки из предыдущего набора кистей, который был в ограниченной коллекции. Я так счастлива, что я успела его заказать, потому что эта кисть для растушевки, она нереально крутая. Она так хорошо сглаживает все границы и делает просто такой, знаете, натуральный красивый переход, что ни одна другая кисточка мне не нравится, как справляется с этой задачей. Конечно, можно растушевать круговыми движениями и кистью для теней, но в этом случае очень важно не смахнуть лишний слой теней, чтобы вот осталась эта красота перехода. Теперь я приступлю к нанесению оттенка теней лесной мух. И делать я это буду с помощью кисти для растушевки, которая, кстати, еще пока есть в продаже в компании. Если вдруг у вас этой кисточки еще нет, обязательно ее закажите, потому что она идеальна для вот таких каких-то нюансов макияжа. Мне кажется, что, во-первых, у нее очень доступная цена, подобной формы кисти в наборе кисти нет, поэтому она точно вам пригодится. Я точно знаю, что вы кинетесь ее заказывать, когда ее в продаже уже не будет, такая уж наша женская логика. Хочу то, чего уже нет. Но вот имейте просто в виду, что вы можете заказать эту кисть просто по смешной цене, пока она еще есть в продаже. Посмотрите, как плотно и красиво наносятся тени лесной мух с помощью этой кисти. Я думаю, что и с помощью другой кисти они будут ложиться тоже пигментированно плотно и красиво. Просто вот кисть для растушевки, она просто идеальной формы для проработки такого макияжа. Я думаю, что вы видите, что я вообще не прикладываю никаких сумасшедших усилий для того, чтобы прорисовать миндалину глаза. Эта кисть полностью рисует за меня. Что важно, в момент нанесения не опустите уголочек, внешний уголочек глаз, потому что если вы опустите его, то взгляд будет смотреться грустным. И макияж не будет смотреться таким свежим весенним, а будет смотреться, как вроде у вас что-то произошло. Очень важно, чтобы уголочек, хвостик внешнего края глазика немножечко был вздернут вверх. Также я заметила, что на картинке у модели слегка более лимонный оттенок на нижнем веке. И как я этого могу добиться? Я могу убрать остатки теней лесной мох и набрать оттенок теней под названием лунный камень. Он имеет вот как раз такую желтинку, которая немножечко разбавит лесной мох и придаст такой лимонности, скажем так, нижнему веку. Конечно, скорее всего на модели нанесены на нижнее веко какие-то другие тени, которых у нас нет. Но ничего страшного, так получается тоже очень красиво, по моему мнению. Этот же оттенок теней лунный камень я положу и на внутреннюю часть верхнего века, чтобы был такой очень красивый переход. Ну и в принципе макияж глаз готов. Теперь я прокрашу ресницы. Вы сразу видите, какой красивый макияж у нас получился. Потому что с накрашенными ресницами, естественно, макияж смотрится совсем по-другому. Я сегодня взяла тушь для ресниц Сенсацию, а не тушь Лаш Интенсити, как в прошлый раз. Тушь Сенсация, она дает и объем, и удлинение, но при этом она не делает такие прям вау ресницы, как делает эта тушь Лаш Интенсити. А вот именно в дневном макияже не нужны вау ресницы, а нужны более натуральные ресницы. Ну, конечно, мои ресницы достаточно длинные после использования сыворотки для роста бровей и ресниц. Поэтому даже совсем немножко туши уже дает вау эффект. Я думаю, что вы уже тоже все активно пользуетесь сывороткой. Самое главное, не пропускайте утром и вечером, каждый день и через несколько месяцев вы увидите результат. И я, конечно, очень удивлена, что мой зеленый оттенок глаз приобрел такой красивый оливковый оттенок, именно как оттенок тени лесной мок. Мне очень нравится этот момент, и я думаю, что вам тоже нравится такое сочетание оттенков теней, как золотая роза, винтажное золото, нежные сливки. Получилось очень красиво, очень по-весеннему, но в то же время получился такой очень выразительный макияж. Если вы его еще обыграете аксессуарами или принтом в одежде, получится очень стильный образ. Как я уже говорила, брови я прокрашивать дополнительно не буду, а просто уложу его фиксирующим гелем. Ну и осталась коррекция лица и губы. Коррекцию лица я буду выполнять своей любимой кистью для румян и с помощью двух продуктов. С помощью того же бронзера, который мы уже положили на все лицо, и с помощью хайлайтера, которым мы подсветим все выступающие участки. Сначала я накладываю бронзер. Он имеет очень красивый оттенок, когда я набираю его на пальчик плотным слоем, он смотрится, знаете, вот именно золотым. Когда же вы его кладете на лицо, он приобретает такой именно оттенок тени, который необходим для коррекции формы лица. Как я уже говорила, что мы наносим этот оттенок именно на кость и немножечко ниже. И обязательно прокрашиваем еще по периметру, для того, чтобы личико было более точеным. Прокрашиваем в форме троечки. Я думаю, что вы эту троечку выучили наизусть. Мне очень нравится работать этой кистью для румян. Она словно, знаете, такая норочка скользит по вашему лицу. Очень приятная, очень нежная, а самое главное, она очень круто наносит продукт. Теперь мы набираем хайлайтер, осветляющую пудру и кладем ее на выступающие участки. Я всегда уделяю особое внимание кончику носика. Мне очень нравится, когда он игриво светится. Ямочку над верхней губой. И мне не хочется уже добавлять никаких румян. Пусть останется только бронзер и хайлайтер. Мне кажется, это сочетание очень удачное, потому что у нас получился очень такой, знаете, насыщенный, сочный макияж глаз. Если мы еще добавим каких-то красок на лицо, то будет перебор. Ну и пришло время сделать макияж губ. Я буду использовать гелевую губную помаду Natural Buff. Мне кажется, она очень близко подходит к тому оттенку, который я видела на модели. Мне кажется, что эта губная помада сюда очень подходит. Если же вам захочется добавить немножко цвета, возьмите блеск для губ в оттенке сочной перси. И буквально совсем немножечко, пальчиком проработайте центр губ. Мне кажется, что с блеском сочной перси губная помада природная нежность смотрится еще красивее. Мне, по крайней мере, так больше нравится. Напишите мне в комментариях, а как больше нравится вам. Ну и по традиции я, конечно, завершу свой образ нанесением аромата. Если вы уже посмотрели мое видео о пяти моих самых любимых ароматов от компании Морякей, вы, наверное, догадались, что этот образ я завершу ароматом Джорни. Ароматом женственности, нежности. Мне кажется, что этот аромат идеально дополнит созданную мною макияж. Я уверена, что это видео о пяти моих ароматах, это прекрасная, знаете, вот такая презентация для вас, для ваших клиентов. Потому что мне очень хотелось передать эмоциональную составляющую каждого из ароматов. Напишите мне, пожалуйста, понравилась ли вам моя идея с ароматами. Мне очень важно ваше мнение, потому что я провела колоссальную работу. Ну что, мне кажется, у меня получился очень классный весенний макияж. Этот макияж поднимает настроение, этот макияж заставляет улыбаться. И мне кажется, что любители зеленых оттенков сейчас ликуют перед экраном, потому что, наконец, я выполнила для них такой макияж. Но я думаю, что этот макияж подойдет для любого оттенка глаз. Особенно для кари глаз, потому что он очень красиво оттенит ваш кари цвет глаз и будет очень здорово смотреться. У меня же глаза зеленые, вы видите, что он мне тоже очень подходит. Оттенок теней лесной мох, это действительно оттенок наступившей весны. Я уверена, что вы его оцените, когда попробуете на себе и выполните этот макияж. А с вами была Светлана Бугела. Спасибо огромное, что смотрите. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok